Всем привет! С вами ТВ Детки! И наши каникулы в Сочи продолжаются! Сегодня на форуме Леонида Агутина, пожалуй, самое душевное мероприятие, которое тронет всех наших зрителей и, конечно же, участников. Безусловно, уже не первый год изюминкой форума является вечер мелодикламации. Музыканты и талантливые дети читают стихотворения под прекрасную музыку. Здесь, в итальянском дворике на Красной Поляне, царит семейная музыкально-поэтическая атмосфера. Можете рассказать о своем выступлении? Что вы исполнили? Я исполнил песню Рэя Чарльза, называется она «Say No More». В этой песне очень много важного в тексте. Я думаю, что сегодняшний вечер мелодикламации – это, в принципе, когда человек может со сцены сказать что-то важное. Сегодня я выступала с потрясающей певицей, но не только даже потрясающей певицей, а просто нереально классным человеком, такой прям батарейкой-зажигалочкой Этери Беряшвили. Недавно мы выпустили трек, который называется «Счастье». Его презентовали, у нас вышел клип. И вот сегодня мы исполнили уже его второй раз на форуме Леонида Агусина. Вы сегодня вели такой вечер мелодикламации. Расскажите свои эмоции. Я в восторге вообще. Ты слушаешь, как дети рассказывают тексты, у тебя мурашки, настоящие эмоции. И самое главное, чем глубже ребенок, тем глубже ты ощущаешь то, что он говорит. Расскажите, как вы выбирали участников? Это, наверное, самый сложный процесс и момент. Уже второй год я участвую в членах жюри конкурса на мелодикламацию. И в этом году в два раза больше участников. Это было очень сложно. Такое внимание к музыкально-поэтической миниатюре неспроста, как прием мелодикламации существовала в оперном искусстве еще в 18 веке. И уже после все выливается в самостоятельный концертный джанр. Текста балладного плана, то есть классика джанра. Я хочу все понять, да и проститься. Две однажды окольцованные птицы. Удивительно. Но это приговор мой. Я скажу, но ты не знаешь, что ответить. Мы с тобой словно маленькие дети. Как вы думаете, почему такой жанр, как мелодикламация, уже второй год настолько популярен на форуме? Мелодикламация – это же слово. Сначала было слово, а потом музыка. Хотя по-разному пишется музыка, да? Песня состоит из слов и музыки. Аккордов, аранжировки, инструментов и так далее. Но очень важно, и мы всегда оцениваем, как человек доносит слово, которое он исполняет. Поэтому это очень важно, чтобы, в принципе, люди умели не только петь, но и стихи читать. Это очень здорово развивает. Ну, во-первых, потому что это форум Агутина. Мы сами определяем тренды, что будет популярно, а что нет. Мы тут решаем сами. А во-вторых, я думаю, что именно здесь дети не боятся быть услышанными, потому что здесь их слышат. Я очень рада, что на форуме подняли такой жанр, давно на самом деле забытый, нигде практически не используется, кроме как в актерской среде. Мелодикламация. Это очень здорово. В годы, когда я училась в институте, мы сдавали по сценической речи экзамен. И мелодикламация – это был как бы тот самый экзамен. Мы должны были читать произведение, причем прозу, и подкладывать под это произведение музыку еще. Мы действительно сомневались в этом жанре. Но ведь любому вокалисту стихи очень важны. И прежде всего, прежде всего, наши педагоги, вокалисты учат тому, что сначала мы работаем с текстом, а уже потом с музыкой. Как вы думаете, почему жанр мелодикламации уже второй год так успешен на форуме? Наверное, из-за того, что это очень слишком связано с импровизацией, связано с Леонидом Агутиным и с тем творчеством, которое мы пытаемся воплотить на нашем форуме. Хочется, чтобы это было легко, доступно и понятно для всех возрастов, для всех участников нашего фестиваля. А кто вам сказал, что он не популярный? Вы же сами видите, какой успех. Он очень популярный. И слава богу, что это происходит именно на нашем форуме. Я думаю, что дело в искренности. Каждый, кто выходит на сцену и каждый, кто находится в зале, испытывает это чувство по отношению друг к другу. Все по-честному, откровенно общаются через стихи или, наоборот, через аплодисменты. Я думаю, в этом главный успех, что просто все находятся в состоянии честности. Леонид Николаевич – абсолютно заслуженный гений рифа, признанный поэт и талантливый музыкант. Свои мысли он часто рифмует в красивые поэтические произведения. Он – автор нескольких поэтических сборников. Интересно, что именно его стихи выбирали выступления знаменитые актеры? Константин Хабенский, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Михаил Пореченков и многие другие. Любопытно, выбрали сегодня кто-то его произведения из выступающих. В школе нас всегда заставляют учить разные стихотворения. А в вашем детстве, какое было у вас самое любимое по школьной программе? Честно, я в основном по песням была. А какое нелюбимое? Может быть, было? Нелюбимого? Нет, нелюбимых не было. Я любила все, на самом деле, стихотворения. А поскольку я учила три языка, то, в принципе, на всех трех языках мне нравились стихотворения на английском, на украинском и на русском. Не спрашивай. Потому что я ненавидела поэзию. Я ненавидела, потому что она приходила зубрить, а зубрить я ненавижу. Я математику, геометрию, тригонометрию любила очень сильно. Какого-то одного стиха у меня нет любимого, но я действительно очень трогательно отношусь к любой поэзии. В школе часто создают какие-нибудь стихотворения. Вот какое твое любимое стихотворение из школы? Мне очень нравятся стихотворения «Сороковые и роковые». Ни одного у меня стиха нет любимой школьной программы. Ни одного я не помню. Потому что я, когда учил стихи, я его выучил. На следующее утро рассказал и забыл благополучно. Ничего в моей памяти вообще не осталось. Ноль. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Ну и так далее. А какое нелюбимое? Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Вот. Пусть любовь снова злой. Пусть любовь снова злой. Окрепляться не садно. Лучше ласковой джин. А Леонид Николаевич не раз говорил, что одна из самых главных миссий форума это образование и культура будущих артистов. Слияние слова и звука это настоящее искусство, которое надо почувствовать каждому артисту. Создание номеров для медикламации – процесс интересный и творческий. Участники начали подготовку задолго до форума. И лучших организаторов пригласили выступить вместе с Леонидом Агусиным. Сегодня много детей впервые выступает на сцене. Расскажите о своем опыте, когда вы сами впервые выступали на сцене. Ну, во-первых, мне было страшно. Это во-первых. А во-вторых, волнительно, безумно. Но это такое большое счастье, что ради этого удовольствия стоит все это, ну, трудиться, учиться, ошибаться. Но ради счастья выходить на сцену это стоит делать. Я помню, что я очень волновалась, но в то же время желание выступать и петь на публике, и петь на сцене, оно было выше, оно было сильнее. И поэтому у меня воспоминания самые-самые яркие об этом. Мне было 10 лет, и это была театральная студия и роль Лисы. Мне было совсем мало лет. Я исполнял песню «Капитан, капитан, улыбнитесь» на конкурсе «Исполнители». Я даже занял там третье место. Этот текст песни, кстати, не забуду никогда. Почему-то максимально хорошо отложилось это в памяти. Мы сейчас с ребятами сочиняем стихотворение. Вы можете дополнить, пожалуйста, строчку? Давай. Сегодня стоит любовь и доброта. И это будет вечно. Посмотри вокруг, какая красота. Значит, это мы пришли сюда. Всем сердцем нужно погрузиться. Пусть этот форум не закончится никогда. Завтра идти на работу, как всегда. Ребят, вообще не по адресу. Я по музыке. Тексты. Тишина. Вообще. Волшебство слов и магия нот. А закончить хочется строчками из стихотворения Леонида Агутина. Циклично все на этом свете. Вперед, назад. Все тот же путь. Все те же маленькие дети. Все так же. Не хотим уснуть. С вами были Тева Детки. Как всегда, все самое актуальное на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok